Чешская деревня Лукова и костел-призрак, отягощенный печальной судьбой вековых войн, вызывает уважение и трепет души одновременно. Вы не услышите здесь звон колокола. Гордая церковная башня давно его лишилась. Лишь густое безмолвие, атмосфера страха и грусти окутывает вас при посещении. Десятки фигур, одетых в белое, смиренно восседают на деревянных скамьях ветхой церкви с опущенными головами. Они молятся Богу. Они – часть судьбы этой церкви. Это духи судетских немцев, ранее проживавших в этой деревне, для которых вера была неотъемлемой частью их жизни. После Второй мировой войны с 1945 по 1946 год в соответствии с декретом Эдварда Бениша более трех миллионов судетских немцев были изгланы из Чехословакии, Германию и Австрию. Невзирая на указ о ненасильственной депортации, мирное немецкое население подверглось убийствам и насилию. Маршем смерти назовут этот исход из судет. Тогда погибло 18 816 немцев. Из них 5596 убито. 3411 совершило самоубийство, 6615 погибло в концентрационных лагерях, 1481 человек при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неустановленным причинам. Это уникальные скульптуры, созданные при помощи ткани, пропитанной гипсом. Создал их студент Якуб Хадрава в рамках своей дипломной работы в 2012 году. Фигуры олицетворяют души погибших, а их автор уверен, что костел – это место, в котором человек, благодаря вере, развивает в себе добро и заставляет задуматься о важном, о человечном. Увиденное запустение аварийной найдут отклик в душах посетителей, считает автор, и это поможет собрать необходимые средства на восстановление. Благодаря интернету заброшенная церковь Лукова входит в десятку самых страшных в мире и привлекает множество туристов из разных стран. Этот древний костел был построен в 14 веке, он сильно пострадал во время гусицких войн и был отреставрирован в 16 веке. А в конце 18 века его поглотил пожар, а в 1800 году его вновь восстановили. Однако с 1858 года реконструкции больше не велись. Здание включает разные архитектурные стили, готик у барокко и неароманский стиль. С 1958 года костел святого Георгия Влукова охраняется как памятник архитектуры Чешской Республики, но он требует ремонта. Созданные Якубом Хадравой скульптурой положили начало сбору пожертвований. Сюда начали приезжать туристы. В костеле проводят и концерты, и выставки. Я попала на концерт по приглашению известного скрипача-виртуоза Александра Шонарта, исполнившего в костеле как произведения Баха, так и свои личные. Звучание скрипки сопровождалось балетным исполнением под руководством мастера балета Игоря Вейсада. Для желающих посетить костел я указала адрес и контактную информацию под моим видео. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok